Всем привет! У нас сегодня воскресенье, 14 октября, и, как видите, Диша с шариком, с цветами. У меня здесь подарочек. Мы идём на день рождения к Роуди, и сегодня исполняется один годик. Вот, так что мы приехали в гости в Ярославе со Славиком. Как всегда, мы опоздываем на 5 минут. Идём от станции поезда, потому что они живут довольно-таки далеко, и, если ты опоздал на поезд, то следующий нужно ждать полчаса. Вот, так что мы идём. Как видите, Соня так пасмурно, лил дождик, я так плитно немножко одета. Вот, и надеемся, что Розе понравится шарик, и он произведёт на неё впечатление. Называется «Жена на работе приготовила всё, что есть». Это блюдо называется «Жена на работе приготовила всё, что есть». Я сегодня с 8.30 до 15.10 была на работе, представляете? Вот, так что пока доехала домой, Диша приготовила вкусный ужин, ням-ням, салатик. Так что мы сейчас будем кушать и спать. У нас второй день подряд готовить дома муж, потому что у него сейчас выходные выпали, а я работаю почти, вот сколько сейчас у нас, смотрите, полдесятого. Вот, так что Диша у нас жарит картошечку, там у нас что, лук, перец, грибы и курочка вот ждёт. Салатик у нас уже сделан, мне осталось только накрыть на стол, приготовить напитки, посолить, поперчить салат и будем кушать. Ставьте лайк! Всем доброе утро! Сегодня мы с вами будем готовить американские панкейки. Готовлю не в первый раз, но у меня никогда не получалось. Вот, так что надеюсь, что в этот раз всё получится. Я уже приготовила себе ёмкость и здесь у меня 200 грамм муки. У меня нету самовосходящей, или как она, дрожжевая называется. Вот, я буду использовать сегодня, в последний раз, вот эту. Если не получится, то понятно, наверное, что в муке дело. Сначала я смешаю все сухие ингредиенты. У меня здесь 200 грамм муки, где-то чайная ложка пекарского порошка. Тоже может быть проблема в том, что я не использую соду гашеную уксусом. Не знаю, я использую пекарский порошок. Дальше добавлю также ванильный сахар немножко. Мне просто нравится такой аромат он даёт. Щепотку соли. И дальше, так, я всё на глаз делаю и левой рукой. И добавлю сахара. Где-то 2 столовые ложки, я думаю. Вот. И нам для начала нужно смешать все сухие ингредиенты. Довольно-таки хорошо это всё смешать, чтобы все самые мелкие частички перемешались. Также я уже подготовила там молоко. Мне тоже 200 миллилитров. Я его подогрела до комнатной температуры в микроволновке буквально. И одно яйцо. Также буду добавлять 3 столовых ложки оливкового масла. Можете, растительного. И эти блинчики называются сухие, потому что мы их будем жарить на сухой сковородке. Так, ну я вроде всё перемешала. Сейчас добавлю яйцо и всё перемешаю. Я разбила сюда одно яйцо и вот таким вот венчиком, я не использую миксер, попытаюсь это всё перемешать и добавлю туда молоко. Я добавлю по чуть-чуть, сначала половинку, потом вторую половинку, чтобы не было никаких комочков. И сейчас вот я всё перемешаю и добавлю масло и покажу вам, что за консистенция у меня получилось. Тесто получается вот такое вот без комочков. Очень нравится этот венчик. Кстати, я ещё не сняла этикетку, была идея диши цепить этот венчик. Но он брал её именно для омлетов, чтобы готовить. И сейчас я добавлю оливковое масло. У меня вот такой вот extra virgin oil. Ну и на глаз, да, буду добавлять 3 столовых ложки. Я думаю, где-то вот так. И ещё раз всё размешаю. Тесто не должно быть очень жидким или слишком супер густым. И да, как я уже сказала, мы будем жарить на сухой сковородке, поэтому добавление масла это обязательно, чтобы блинчики не пригорали. Я взяла вот такую вот небольшую сковородочку. Она мне очень нравится, потому что она быстро нагревается и на ней, в принципе, ничего не пригорает. Вот, я уже раскалила на самом высоком уровне и буду наливать половником. Так у нас там фабиан. Бесится. Так, ну давайте посмотрим. Да, не хочу делать очень большими. Вроде как на поверхности должны появляться пузырёчки. И тогда можно переворачивать. Так, надеюсь, у меня там не подгорело. Хотя по запаху чувствуется, что подгорело. Где ты, чувствуешь? Ну, первую блинку. Ну, так, я поставлю, наверное, на семёрку. Так, ну ладно. Ничего страшного. Так. И не буду сразу складывать на тарелочку. Уменьшила огонь немножко. На пятёрочку посмотрим. Ну вот, я перевернула второй блинчик. В принципе, получился неплохо. Он ещё пока жарится. Сейчас его буду снимать. Так, вторая сторона получилась немножко красивее, да? Ну вот. Буду жарить дальше. Вот такие вот блинчики у меня получились. Я, конечно, не 100% довольна, потому что мне хочется, чтобы они были более пухленькие. Ну, видите, они такие тоненькие. Может, это из-за того, что мука. Расскажите мне, если вы часто готовите такие блинчики. И не знаю, с чем мы будем кушать. Может, с вареньем, а может, с кленовым сиропом. У нас есть вот такой. Нам, друзья, привезли подарок из Канады. Он такой в листике кленовом. Вот. Очень классно. И можно добавить, помнить, банан, например. И будет очень вкусно. Так что всем приятного аппетита. Что там такое, Фаби? Там твоя еда пришла. Посмотри. Второй раз заказан. Первый раз заказали, по-моему, 12, наверное, или 8 пакетов. И сейчас опять у нас вот последняя пачка осталась. Сколько здесь? Раз, два, три, четыре, пять, шесть. А, нет, значит, 8 пакетов. Два по четыре. Да. Вот такой вот мы покупаем для котят. Пурина One. Вот. От месяца до 12. И вот такие вот штучки консервы мы покупали здесь в магазине. Но я нашла на этом сайте, где мы заказываем ему еду и туалет. Вот. Это тоже пурина. Ему больше всего понравилось с тунцом. Так здесь написано. Да. Вот. Так что там была скидка. Мы заказали, сколько здесь? 12. 12-24 штучки, короче. Так. Дальше что у нас тут есть? Ну, туалет пришел. Не буду вам показывать уже в другой коробке. Заказала вот такие вот влажные салфетки для очистительных зон. Да. Можно глазки протирать, ушки. Вот. Очень классно, удобно. Такие влажные. Специально для маленьких животных. Попробуем. И дальше заказала вот такие вот мешочки для туалета. Это, конечно, для собак. Но мы тоже, знаете, чтобы часто мусорку не выкидывать, у нас такие есть пакетики. Но мы покупаем очень дорого, потому что это пакетики для еды. Вот, чтобы с собой брать орешки, например. А это вот для собачек. И посмотрите, они такие классные, разноцветные. Вот. Так что попробуем. Как пойдет, посмотрим. И обязательно дам вам знать. Я сегодня была выходная. Мы с Дишей выдрали, выдраили всю квартиру. Потому что сегодня должны были прийти из новой агентуры, в общем, проверять нашу квартиру, смотреть, в каком она состоянии. Но я так запарена была с работой. Я их просила в среду, а они мне предложили в четверг. И я не посмотрела совсем, что это четверг. И, в общем, короче, они сегодня не придут. Но я, наверное, откажусь, потому что завтра я не могу. А я хочу здесь быть в квартире, чтобы с ними пообщаться. Вот туда вот засунула тыкву, чтобы не мешалась. Так что да. Как видите, у нас тут все блестит. Диша поехала сегодня по делам. Вот. А мы с Фабиан здесь тусуемся. Сейчас нужно будет перекусить, попить чайку. А то очень-очень устала. Кто там залез в коробку? Ты? Фабиан? Сейчас тут нужно все разложить на место. Фабиан мне будет помогать, наверное. Сегодня опять были в Лиду. И купили вот такой вот сок от этой же польской фирмы. На этот раз новый. Банана, персик и яблоко. Попробуем. Не знаю. И смотрите, что я у них нашла. Я думаю, если вы смотрите мои видео с рецептами, я люблю использовать маги. Вегетто, как я ее называю. Вот такая вот мама мне из Литвы присылает. Вот это довольно-таки похожая. Как видите, очень большая банка. Стоила она, по-моему, фунт 19. Из 2 можно было за 2 фунта взять. Вот. Написано, что all purpose, значит, это для всего. И да, я люблю такое добавлять в суп особенно. Вот. Так что у меня вот это уже, как видите, почти заканчивается. И посмотрим. Попробую пользоваться этой. Возможно, она мне ее заменит. Что мы еще купили? Мы с Дишей сошли с ума. В общем, сейчас Хэллоуин приближается. И у нас в Лиду очень много всяких вещей. Вы уже видели, да? Мы свечки покупали, кстати. Диша решила для нашего челленджа взять себе еще вот такую маленькую тыковку. У него какая-то идея есть. Не знаю, как ее использовать. Это, конечно, для собак, но чем Фабиан не мини-пес? Ты же у нас котовес, Фабиан? Да? Да. Видите, он отвечает. Так, что-то у меня фокуса нет. В общем, нашли вот такой вот мини-мини размер. XS для собачек. Тыковка. Так что мы сейчас будем на Фабиана примерять. Фабиан, ты готов? Ну и, конечно же, вам покажем. Вот такой вот костюмчик. Смотрите, он совсем маленький. Это для маленьких собачек, как я понимаю. Так, давай торгем сразу вот эту. Чтоб она ему не мешалась. И где второй конец? Тебе не кажется, что он маленький? Нормальный, он толстячок же у него. Как второй конец? Кто сейчас оденет? Фабиан, ты excited? Скажи, очень. Как я успею на него все застегнуть? Слишком много всего. Фабиан, усы, подвинь. Смотри, как красный. Значит, мы не ошиблись в размере. Давай встань, как пузик тебя застегнул. Смотрите. Ты? Тыква. Такая милашка. Ты маленькая тыковка, Фабиан? Давай, Митя. Давай, оденем капюшон, смотри. Покажись. Кто маленькая тыковка? Кто маленькая тыковка? Фабиан. Тебе нравится твой костюмчик? Кто маленькая тыковка? Он рад, что у него есть. Не надевай на голову, не хочется. Не кусяй на меня. Ой, не падай. Тебе не тянет там пузик твой, нет? Нормально? Вроде нигде не тянет, но у меня есть еще место. Представляете, в Теску не было баклажан, мы пришли в Лидл. Хорошо, что возле дома. Еще купили такой цветочек, тещинь язык. А еще Диша, по твоему хотенью, Диша просил меня публично извиниться перед всеми на камеру, вернее, перед ним, за то, что он не выкинул вот эти пакеты, и мы их нашли. Вот, так что извини меня, Диша, пожалуйста. Просто Диша хороший муж, он ничего не выкидывает. Хочу показать вам свой новый маникюр. Я впервые за, наверное, последних 4 года пошла не к Монике, а сделала у нас на работе. У нас новая девушка, она из Молдовы. Вот, очень, кстати, классно делает. Как раз я ее проверяла, трейд-тест такой был. И да, чуть-чуть укоротила многоточки, форма, в принципе, такая же. Очень мне нравится ее работа, как она сделала. Она попыталась мне выровнять пластину, выровнять, потому что она у меня очень странной формы. И, как видите, один ноготь у меня другого цвета. И это не потому, что это такой дизайн, потому что у меня, в общем, попала туда какая-то бактерия. Не знаю, почему. С прошлым маникюром я хотела где-то 4 недели. И мне кажется, ну, есть версии, что недосушен был лак, гель-лак, и там оставалась влага. И, в общем, появился такой эффект зеленого, синдром зеленого ногтя, как называют. От него очень часто старые девочки, которые носят накладные ногти. У меня на этом ногте как раз был наращенный, потому что я его сломала. Но это был не первый раз, когда я наращивала ногти, поэтому не знаю, что случилось. Сейчас вот я буду носить только обычный лак каждый день, вечером его снимать, делать ванночки. Вот сейчас я подготовила ванночку, значит, 1 столовая ложка уксуса на стакан теплой воды. Буду вымачивать и потом также обрабатывать маслом чайного дерева. И надеюсь, что все пройдет. Так что сейчас я сниму лак и покажу вам, как же это все выглядит. Так как ацетон у меня обычно дома не бывает, я взяла вот такой вот в Теско без ацетона, просто смывка для лака. В общем, вот так вот это все выглядит. Ужасный. Кстати, когда она сегодня снимала мне гель-лак, она спиливала фрезой, или как это называется. Был такой не очень приятный запах. И вот видите, он даже как будто немножко взбух. И вот это место, оно довольно-таки мягкое. Не знаю, скажите, девчонки, сталкивались ли вы с таким или нет. Я просто в ужасе, у меня такого никогда не было. И если вы мастер маникюра, то расскажите, какие, по вашему мнению, могут быть причины. Вот. Надеюсь, что это быстро пройдет, что он быстро отрастет. Но, да, я просто не ожидала, что такое может быть от гель-лака. Иду домой. Буду готовить баклажаны по-китайски. Попробую обязательно вам покажу. Как видите, я сегодня сделала укладочку на работе. Хотя никуда не иду. Просто домой. Мужа еще нет. Еще работает сегодня допоздна. Ой, какие тяжелые двери. Вот. И вот так вкусно пахнет здесь. Что еще хотела сказать? Завтра у нас выходной. Завтра суббота, воскресенье. Вот планируем, я планирую снять пару видео. И здесь же и планируем снять челлендж. Челлендж. Кто лучше вырежет тыкву. А теперь я слышу, Фабиан. Фабиан! Очень мою пусечку ждет меня. Все, пошла открывать дверь. Наконец-то забрала свою посылку от Debenams, которую заказала довольно-таки давно. Во-первых, она шла долго. Они обычно на следующий день не доставляют. Во-вторых, они оставили ее у соседей. Не то, что рядом квартира. Бусечка, сейчас мой сладкий. Скучал котик. Не то, чтобы они оставили рядом в квартире, да, или хотя бы на нашем этаже. Они, блин, под нами в квартиру, где людей никогда нет дома, мне кажется. Не знаю, как они вообще приняли посылку. Они приняли посылку, по-моему, в час дня. Диша около трех что-то такое шел проверять. Проверять не было никого дома. Потом мы после работы сходили. Тоже никого дома нету. Ну и вот я сегодня пошла после работы. Сейчас полдевятого. Еще так постучала долго. У меня уж прямо такое ощущение было, что я надоедливо стучу. Потому что неправильно. Я слышала, что телек идет, но они не открывали дверь. Вот мои три мешочка. Не знаю, я никогда свой пакет не ношу. И тут подумала, ну зачем покупать пакет. Могу вот сюда положить, сюда, потому что в одном взяла бананы. Взяла две пачки творога сюда положила. Тоже шоколадочку, баклажан. И зашла еще... О, вот курица у меня есть, вода. И зашла еще в литовский магазин по дороге, потому что не нашла в Теску. Я не знаю. В польском отделе тоже не было. Крахмал, короче, картофельный. Потому что я сегодня буду пробовать готовить баклажаны по-китайски в китайском соусе. Вот, очень нам нравится в китайском ресторане всегда. Но посмотрим. Взяла только один баклажан. Ну, я думаю, хватит. Я, может, добавлю туда цукини. Посмотрю, у меня со вчера осталось тортилья. Вот, стоило у нас, кстати, 69 пи. Такой пакетик. Сколько здесь у нас? 300 грамм. Вот. Так что расскажите мне, любите ли вы китайскую кухню? Какое у вас любимое блюдо? И, может, вы знаете, какой-то рецептик. Этого знаменитого кисло-сладкого соуса. Говоря о доставке службы DPD, вообще, Дэббанамс, да, пришло у меня вот в таком вот пакетике. Мягко. Ну, естественно, смотрите, все коробочки помяты. Что я заказала? Три карандаша. Два себе. Один коллеги на работе. Она мне делала комплименты много раз. Мне, вот, честно, Neutral Brown на себе не очень нравится. Он все-таки коричневый. Я люблю больше такой вот тауповый, да. Поэтому я взяла два тауповых для себя. И один Neutral Brown на нее. Как раз была скидка. В принципе, не очень-то дорого. У нас с ней такие отношения были немножко натянуты. Вот, ну, надеюсь, направится. Но посмотрите, какая коробка у Пилс ужасная, да. А если побьется? Слава Богу, не побилась. У меня был уже этот продукт. Если вы помните, если вы смотрите мои видео, мне подруга подарила, по-моему, на прошлый Новый год. Или позапрошлый. Вот, как-то перед свадьбой я им пользовалась. И мне очень понравился эффект. У меня была маленькая бутылочка, 30 мл. Я бы решила купить 50, потому что была очень хорошая скидка. Что-то там 35%, по-моему, в Дебинамс. Вот, возможно, еще есть. И да, я взяла 50. Очень мне понравился эффект от сыворотки. Это ночная сыворотка. Я знаю, что Ося ее тоже очень любит. Часто показывает в своих видео и использует. Так. Вот, в общем. Так что буду пользоваться. У меня как раз сыворотки никакой нет. И буду надеяться на то, что за ночь она будет делать мое лицо лучше. Расскажите мне, пробовали ли вы ее. Либо у вас есть какая-то другая сыворотка любимая. Вот. Ну, я пока буду пользоваться вот этой. Где папа? Смотри. Диша, позови его. Диша, позови его. Диша, позови его. Диша, позови его. Диша, позови его.